Как человек, которому посчастливилось работать всеми технологиями и открытыми, и таркоскопическими, и роботическими, хочется вас убедить в том, что робот лучше. Прежде всего, хочу сказать, почему мы это делаем. Ну, прежде всего, потому что, соответственно, мировым гайдом минимальной инвазивной хирургии сегодня является стандартом, а робот является действительно одной из мини-инвазивных процедур. Уровень доказательности достаточно высок. Хочу обратить внимание на прозорливость пионеров этого направления хирургии, которые не противопоставляли таркоскопию и робот. Правильнее говорить роботические манипуляторы. Владимир Григорьевич совершенно правильно говорит, потому что это не работа по заданию хирурга, это работа продолжения твоей руки. Ну, вот Франко Мелфи написал о том, что это роботическая технология для таркоскопической хирургии. И сегодня это технологический топ, который достигнут в мире в этой области медицины. Ну, в Российской Федерации я не буду показывать американские слайды, потому что мы просто отстаем навсегда. У нас 28 систем до Винчи, и, к сожалению, должен сказать, что только в трех центрах роботическая таракальная хирургия кое-как развивается. Это Петербург, Краснодар и Уфа. Несмотря на то, что я только 4 центра открыл еще в России, но, к сожалению, эти технологии сильно не приживаются. Если бы обратим внимание на мировую статистику, то надо признать, что только 3,7% таракальной хирургии занимает в общем объеме роботических операций. Это, безусловно, мало, и этому нужно искать объяснение. Но для того, чтобы искать объяснение, надо знать, что это такое. Прежде всего, это соответствует всем критериям мини-инвазивной хирургии. И это, если хотите, полная такая трансформация открытого доступа в мини-инвазивную хирургии. Вот обратите внимание, операция слева, открытая, операция справа. Вы имеете две руки, вы имеете руку ассистента, вы имеете такую же эргономику движения. И парадоксально то, что робот интуитивно делает вот этот рычаг продолжением вашей руки. Вы совершенно не задумываетесь о том, что это хирургический инструмент. Вот есть полное ощущение слияния с рукой хирурга. Это действительно уникальная разработка, которая, ну, скажем, преимущество которой нельзя недооценивать. У тебя нет ощущения, что ты работаешь инструментом. Вот ощущение пинцета, ощущение ножниц, и это правда. Идем дальше. Прецизионное выделение элементов корня и визуализация. 3D, стабильная камера, коллеги, очень дорого стоит в хирургии. И даже вот я покажу сейчас слайды, где оперирует сам Диего Гонзалес Ривас. Это один из топов нашей торакоскопической. Человек просто от природы очень одаренный. Так вот, он уже использует механический стабилизатор для камеры. Там уже не ассистент держит камеру. И это принципиально важно. Ну, я знаю, что хирурги любят глазами, поэтому я стараюсь побольше показывать фильмов. Но это, вот, с третьей стороны. 7 степеней свободы инструмента и возможность отсутствия эффекта опоры. Торакоскопические хирурги знают прекрасно, что вот эти вот движения, вот это вот прицеливание, вот это вот не обязательно опереться на что-нибудь. Ну, сами посмотрите, вот как гармоником разделяются очень простенькие спайки на верхушке легкой. Посмотрите, как работает робот. Это мускулопериостальный слой, это фиброзная каверна, это туберкулез. Но это то, чего неизвестная хирургия панически должна бояться. А вчера у нас прошло две лобоктомии, одна заняла 50 минут лобоктомии, другая где-то около часа. И это тоже робот. Ну, разумеется, при опыте хирургов, кстати, хирургов было два. С другой стороны, обратите внимание на эргономику движений, вот как это выглядит вот в работе. Слева Гонзалес Ривас. Вот у меня всегда опытная хирургия, ты не смотришь, что он делает правой рукой, ты смотришь, что он делает левой рукой. Смотрите, какой эквилибр, коллеги. Смотрите, камеру кто держит. Ну, держит манипулятор, держит робот. Смотрите, какая, и какая эргономика на роботе. Вы действительно делаете то же самое практически, что вы делаете пинцетами и ножницами. И вот так это выглядит торакоскопически. Это немаловажно, потому что это все складывается, в конце концов, в продолжительность операции, в результаты этой операции и прочее, и прочее. Ну, к сожалению, пойдем дальше. Действительно, нет доказательных данных преимущества робота. Вообще нет ни одного метаанализа на эту тему, и это правда. И вот я ссылаюсь на достаточно старую работу робо-серфолио, который показал, что роботическое соответствует открытым операциям. Это уже немало. Эффективность и безопасность – это первая стадия для того, чтобы поверить технологии. И это правда. Ну, мы видим несколько больше лимфатических узлов, и я покажу, как это делается. И действительно, мы имеем сегодня, ну, вот, я всегда обращаю внимание на количество рук в ране. Видите, две руки хирурга и одна рука ассистента. Этот фильм достаточно продолжительный. Если можно было мне помочь, я попрошу оператора. Вот сейчас визуализируется вагус, и это, как бы, определяется наша зона лимфодисекции. И это классический вариант стандартной лимфодисекции при верхней лобоктомии, которую мы выполняем во всех случаях. И вы увидите здесь все. И бракетсфальный ствол голенький, и перикард, полые вены, трахея, бронха, легочная артерия и так далее, и так далее. Но вот ускорить фильм, судя по всему, не получается. И главное, тут виден очень хорошо вот этот верхушечный 2R2 лимфоузел, который, ну, так важен с точки зрения прогноза. Ну, вот видите, уже трахея. Вот так примерно это происходит при лимфодисекции, подчеркиваю, стандартной лимфодисекции при раке первой стадии правого лёгкого. Ну, буквально ещё пару движений. Вот этот лимфоузел, вот он сейчас будет. Вот он, видите, вот. И он уже ушёл. Ну, ладно, не будем ждать дальше, пойдём дальше. Значит, самая проблемная для робота – это седьмая группа. Я хочу сказать, что вот Андрей Борисович совершенно прав. Методики сегодня не стандартизованы. И самая честная торакоскопическая технология, на мой взгляд, это, конечно, трёхпортовая технология, когда вы действительно делаете всё торакоскопически, соответствующими инструментами и так далее, и так далее. Но мы, торакальные хирурги Российской Федерации, предпочитают передний доступ. Доступ тоже очень важен. Скажем, робсерфолио предпочитает задний доступ. И это имеет большое значение. И, кстати, влияет на время операции, на осложнение и на прочее. Но об этом даже хирурги не говорят. Потому что я считаю, что не надо тратить время на разделение порой очень непростых междолевых щелей, если самое главное и самое страшное для торакального хирурга – это сосуды, это впереди. И они, как правило, свободны. Прорак хирургов свободны всегда. Так вот, седьмая группа удаляется либо вот таким образом, либо из заднего доступа. В данном случае вот мы выполнили медицинальную лимфоденоктомию с помощью торакоскопии, медициноскопа. И вот добираем последние лимфатические узлы. Это восьмая и девятая группа. И сейчас вы увидите дренаж в средостении и абсолютно пустое средостение после видеосистированной медицинальной лимфодисекции. Ну, поверьте, в презентации такой дрожи нет. Это наша... Ну, вот смотрите, видите, там дренажик, и там абсолютно пустая зона бифуркации. И это достаточно надежно. Значит, что такое раз с точки зрения доказательной медицины? Ну, я уже говорил, что метаанализа, к сожалению, на эту тему нет. Но обратите внимание на короткую кривую обучения. Вот если для торакоскопической хирургии минимум 50, а лучше 100 операций, об этом пишут все, и это тяжело, и по причинам, о которых говорил Андрей Борисович, то роботические гораздо проще имплементируются в клинику, чем все остальное. Что касается длительности операции. Ну, видите, не приходится апеллировать к доказательным исследованиям. Приходится апеллировать только к количеству публикаций. Странно для меня, но вот больше публикаций говорит о том, что продолжительность роботической операции больше, чем торакоскопической. Никогда, ни в одном. У нас больше 120 минут лобоктомия не занимала никогда с любой лимфодисекцией. Когда торакоскопическое время, это вот Андрей Борисович показал, 240 минут, 180 минут, это обычное время торакоскопической операции. Преимущества я говорил, откуда берутся. Интраоперационная кровопотеря. Больше при видеоторакоскопии, если верите этим публикациям. Частота конверсии. Больше при использовании видеоторакоскопии. Послеоперационные осложнения. Видите, есть публикации в пользу и одной, и другой точки зрения, но при использовании видеоторакоскопии все-таки послеоперационных осложнений больше. Продолжительность госпитализации. Больше при использовании роботических технологий. Трудно объяснить, чем это связано. Думаю, что с традициями клиники и с какими-то другими вещами, но не связано, собственно, с самой технологией. И, конечно же, безусловный минус роботов – это колоссальные затраты. Но, опять-таки, как хирург, которому посчастливилось работать на всех технологических уровнях, я хочу сказать, что каждая технология удорожает хирургии. Синяя кассета стоит 3 тысячи рублей, филетовая кассета стоит 17 тысяч рублей. И открытые технологии разделения междолевых щелей молодые хирурги, наверное, уже и не владеют этим способом. А самая дешевая операция получается все-таки открытая, потому что мы знаем много способов, как это сделать, вообще не используя сшивающий аппарат. Я говорю не только о культях бронхов, сосудов и так далее, и так далее. И это действительно колоссальный минус роботических операций. Но вот есть один метаанализ 2018 года, который показал, что все-таки больше длительность операции, но меньше 30-дневная летальность. Причин много, я думаю, продолжение длительности операции играет не последнюю роль в этом деле. Каким пациентам следует выполнять лобоктомии при первой стадии? Ну, прежде всего, кому показано выполнение и у кого верифицирован рак. Я напомню в этой уважаемой аудитории, что до 20% лобоктомии в Российской Федерации выполняется напрасно, больным с постпневмоническими фиброзами, с туберкулемами, с последствиями тромбоэмболии, только лишь с подозрением на рак. Потому что тотально не используется технология инвазивной пульмонологии для верификации диагнозов до того, как. И это наша национальная беда. Мы, конечно, должны оценить общесоматический статус и все те критерии, о которых говорит весь мир. Мы используем те же критерии абсолютно. Ну и когда мы говорим о том, что надо убедить хирурга глазами, вот как это делается при роботической хирургии. Обращаю внимание на 4 руки в ране, коллеги, 4 руки в ране. Это очень удобно. Да, это 4 прокола в грудной полости. Это немало. И Вадим Григорьевич мне каждый раз говорит, вот, зачем 4, я делаю из 2. Напоминает мне известную передачу «Угадай мелодию». Я умею из 7 нот, я умею из 5 нот. Редко кто угадывает из 3. Надо делать так, чтобы было комфортно и безопасно для больного. И в данном случае, чтобы мы исследовали и болевой синдром, и кровопотерю, и все остальное, это мало на что влияет. Уже к вечеру больные, как правило, на ногах, активны и так далее. Но это банальная средняя лобоктомия. Я покажу следующий слайд, потому что здесь есть элемент бронхопластики. Это был центральный опухоль среднедалевого бронха. И получилась такая, ну, если хотите, окончатая резекция среднедалевого бронха. Не было необходимости делать циркулярную. Мы проверили это все по срочным гистологическим исследованиям. Но нет лучшей швейной машинки сегодня в хирургии, чем робот. Вот я с удовольствием послушаю доклад Виталия Данилова из Краснодара. И мне прямо интересно будет послушать, почему, имея робот, он делает торгоскопические бронхопластики. Потому что он владеет, редкий человек, он владеет всеми технологиями. И я точно знаю, что робот у них эксплуатируется достаточно активно. И вот, может быть, пойму, почему торгоскопические, но не роботические. Ну, вот так примерно это делается. И, поверьте, это действительно эффективно. А главное, эргономично, надежно, безопасно. Ну, разумеется, все это делалось уже не один раз. Значит, что касается плюсов. Безусловная эргономика, 3D-визуализация, эффективная работа в малых пространствах, особенно средостения, какие-то особые зоны. Кстати, зона седьмой группы лимфоузлов тоже достаточно узкая. Если это не нижняя лобоктомия, слева или справа, туда тоже есть сложности забраться. Отсутствие эффекта опоры, амбидекстрия, маневренность инструментов и так далее. Отсутствие тактильной обратной связи, безусловный минус. Нестерильный хирург находится вдали. Это условная даль, потому что это либо та же операционная, либо соседняя комната. Ну, и дороговизна, безусловно, тут спорить не надо. На что хочу обратить внимание. Торакоскопические технологии завоевывали мир 20 лет. Роботические технологии тот же путь проделали уже за 10 лет. Предполагаю, что путь, знаете, как в атомной физике, период полураспада, период полузавоевания будет ускоряться. И путь этот, почему я в этом уверен, потому что все идет к слиянию двух технологий, торакоскопических и роботических. И первая разработка механо-рецептора, о котором мы уже говорили, действительно в 2016 году он опробирован, который позволяет четче визуализировать, хотя это все актуально для периферических неверифицированных образований. С другой стороны, вот как выглядит технология разработки новых торакоскопических инструментов. Действительно достаточно гибкий инструмент, одевается на руку, позволяет неплохо манипулировать. У него 5 степеней свободы. Это правда. Но я хочу обратить внимание, сколько при этом хирург будет ходить позади этой руки. То есть это тоже достаточно, если урологи говорили, что лапароскопическая простатектомия, это как на лыжах бегать, то, к сожалению, здесь тоже очень много таких лишних движений, потому что это достаточно сложный инструмент. Ну и, конечно, хочу сослаться на тот же слайд, о котором говорил Андрей Борисович. Сегодня, ну вот в Дублине, буквально неделю назад, Диего Гонзалес, апологет торакоскопической хирургии, однопортовой, представил, наконец-то, испытание однопортового робота. В прошлом году они были опубликованы, была уже презентация, которую они опробируют в Северных Штатах Америки вместе с компанией Интуитив. Это говорит о том, что конверсия не за горами. Мы, безусловно, должны имплементировать колоссальный опыт торакоскопических хирургов в роботические технологии. Именно поэтому сегодня чаще всего у нас за спиной стоят инженеры и спрашивают, а как вам удобно, что вам сделать, где вам мешает и так далее, и так далее. И мне кажется, что это достаточно убедительно для того, чтобы поверить в то, что роботы – это наше будущее, их надо осваивать, и надо делать все для того, чтобы они подешевели. Надеюсь и на роботическую нашу группу, которая работает в Москве. Так вот, дальнейшие технологии, совершенствованные технологии позволят ее снизить стоимость и шире использовать. Конечно, не могу не сказать спасибо громадной своей команде. Здесь еще нет анестезиолога, операционных сестер, потому что чем технологичнее хирургия, тем она, ну скажем, команднее. И без этого, потому что ассистент делает сегодня самые ответственные вещи, и это должен быть такой ассистент, который владеет всеми технологиями и так далее, и так далее. Продолжение следует...